Они видят то, что не замечают другие. Сегодня в России отмечается День сотрудника органов следствия. Эти люди всегда одними из первых оказываются на месте преступления и начинают разгадывать его тайны. О сложной и кропотливой работе следователя материал Максима Бажанова. Кейс с гравировкой. Следователь один из главных атрибутов. Те, кто приезжает на место преступления первыми. Здесь есть все. От обычных ножниц до экспресс-теста на обнаружение следов крови. Вдобавок к чемодану идут различные электроприборы для поиска биологических следов, металла или скрытых видеокамер. Изобилие арсенала нужно, чтобы точно собрать пазл преступления или найти зацепку. Осмотр места происшествия наиболее важен на первоначальном этапе. То есть он уголовное дело, можно сказать, начинается с осмотра места происшествия. Чем качественнее проведен этот осмотр, тем больше у следователей информации о происшествии, тем больше у него возможности смоделировать то, что там произошло. За последние 12 лет они выезжали на место происшествий почти 19 тысяч раз. После сбора вещдоков начинается активная работа. Допросы свидетелей и потерпевших. Назначение экспертиз о смотре предметов. При этом график работы не нормирован. Работа следователя очень сложная. В производстве следователя может находиться от 5 до 10 уголовных дел, по которым одновременно необходимо проводить комплекс следственных действий. Несмотря на колоссальную нагрузку по статистике за те же последние 12 лет, больше половины уголовных дел следователи раскрыли. Из них 465 преступлений прошлых лет. Эти дела считаются самыми сложными. Время, замывая следы, доказать вину преступника становится с каждым годом сложнее. Все они практически связаны с отсутствием должного количества доказательств, либо отсутствием вообще доказательств в целом. И поэтому кропотливая работа, усидчивость, может быть, позволяет следователю найти ту самую зацепку, после которой дело можно считать раскрытым. Благодаря такой работе, например, было завершено расследование громкого убийства 11-летней школьницы Оли Сазоновой. 36 лет назад мужчина обманом заманил девочку к себе домой, где несколько дней насиловал ее, а затем задушил, расчленил тело и спрятал по мусорным контейнерам домов в разных районах Ульяновска. После тысячи допросов и более 300 экспертиз следователям все-таки удалось выделить ДНК преступника. Он спустя двое суток после того, как у него были получены образцы для страны следователя, он покрытил самоубийство. Как я полагаю, Колпаков даже больше не нас боялся, он боялся, наверное, общественного осуждения, потому что страшнее преступления в нашем регионе, я считаю, что не было. Надо отметить, для каждого исследователя раскрытие дел – это уже не просто служебные обязанности, это нечто большее – образ жизни и долг перед своими близкими, земляками и родиной. Максим Бажанов, Михаил Державин. Вести. Ульяновск.